Губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. 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 Поэтому в добрый путь верен, что партнеры нас не должны подвести, партнеры серьезные, настроены на победу, поэтому только вперед. Президент Федеральной Уполномоченной Организации, открытое акционерное общество, универсальная электронная карта Алексей Юрьевич Попов. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Сергеевич, действительно, сотрудничество Сбербанка России, Федеральной Уполномоченной Организации, Универсальная Электронная Карта и Администрации Тульской области не случайно. Универсальная электронная карта является важнейшим, но все-таки одним из элементов реализации большой государственной темы под названием электронное правительство. Тульская область – один из лучших регионов Российской Федерации в части достижения практических результатов при оказании гражданам электронных услуг, при оказании гражданам услуг в многофункциональных центрах и реализации других элементов электронного правительства. И выпуск действительно масштабного, самого масштабного в Российской Федерации сейчас количества универсальных электронных карт на субъект, которые мы здесь запланировали, он придаст очень серьезный импульс развитию электронного правительства в Тульской области. Кроме того, Российская Федерация ставит перед собой еще одну задачу, которая ставится во всех без исключения странах мира – это увеличение безналичного денежного обращения. И здесь симбиоз сотрудничества между крупнейшим банком Тульской области, между правительством и между универсальной электронной картой даст возможность в 3-4 раза увеличить уже через год долю безналичного денежного обращения в Тульской области. Мы планируем буквально каждую торговую точку оснастить специальными устройствами для считывания карт, планируем сделать для граждан экономически эффективным и интересным оплату товаров и услуг именно в безналичной форме, как на транспорте, так и продуктов питания по универсальным электронным картам. Если нам удастся сделать, а мы весьма скромно запланировали в 3-4 раза увеличить, по факту может получиться больше, то это будет результат для Российской Федерации пока беспрецедентный. И есть и основания утверждать, что мы добьемся успеха с такой командой, которая здесь подобралась в этой области. Спасибо. Церемония подписания соглашения о взаимодействии между правительством Тульской области и Федеральной полномочной организацией «Открытое акционерное общество. Универсальная электронная карта» по реализации проекта создания единого центра процессинга и биллинга на территории Тульской области завершена. Завершена. У нас журналисты что-то хотели спросить. Хотели. Вы сейчас озвучили. За счет чего это будет, за счет каких групп населения это будет осуществляться? Потому что понятно, что, наверное, пенсионерам будет непросто в первое время обращаться в СОЭК. На самом деле ничего сложного в обращении СОЭК нет ни для пенсионеров, ни для других социальных групп населения. А планируется, что по этим картам будут представляться скидки как при поездке в транспорте, так и при покупке товаров в различных торговых сетях. И в этой связи не будет необходимости, как это происходит зачастую сейчас, получив социальную помощь на счет в банке, а это все практически социальные группы населения получают на счет в банке, тут же бежать в банкомат и обналичивать с карточки всю сумму. Потому что расплачиваться картой А удобнее и Б дешевле. Тулики, конечно, еще волнуются о том, будет ли это такая принудительная выдача карты, замена, может быть, паспортов на эту карту. Такие есть слухи? Это разные совсем проекты. То есть, если говорить про проект СОЭК, никакой принудилки нет и быть не может. Если говорить про проект электронный паспорт, он действительно реализуется правительством, и этот проект будет продолжением проекта универсальной электронной карты. Но это будет совсем другая история. Это будет история начинаться как минимум с 2016 года, и, соответственно, обязательность будет ровно такая же, как и обязательность получения паспорта текущего бумажного. 14 лет, 25, 45 и так далее. Владимир Сергеевич, скажи, пожалуйста, вот сейчас уже у нас вводится приложение, как известно, на ОЭК, это транспортная, единая транспортная карта. Все-таки как будут подразделяться льготники, нелюботники? Ну, там технология, она может быть разная, да, то есть, вообще, по-хорошему, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы в транспорте было как можно меньше наличного оборота, поэтому карта, она может предоставляться услугу и абонемента, и учетов, в том числе, льготных категорий граждан, которые у нас пользуются. Все дело в том, что транспорт у нас на сегодняшний день одна из самых закрытых с точки зрения экономики и прозрачности сферы бизнеса, поэтому с учетом того, что мы почти 900 миллионов оказываем субсидию из областного бюджета и почти 500 миллионов город-герой Тула из своего бюджета оказывают субсидию, и мы заинтересованы в том, что вот эти, ну, почти полтора миллиарда рублей были, тратились, на самом деле, именно для тех категорий, которые мы перевозим. Уверен, что введение карты позволит нам упорядочить вот саму по себе процедуру выдачи субсидий тем транспортным предприятиям, которые эти услуги оказывают. Субтитры сделал DimaTorzok